Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Очень надеюсь, что выходные прошли хорошо, вы собрались силами, чтобы уже в новой неделе вернуться на финансовые площадки к старым добрым инвестиционным идеям, которые предполагают ожидание слабости рисковых активов и потенциального роста доллара. Мы настраиваемся на эти посылы уже довольно-таки давно. Каждый раз, когда на повестке у нас значится серьезное новостное событие, фундаментальный повод, будь то заседание Европейского Центрального Банка или ФРС, надеемся, что они как раз станут результативными и судьбоносными для тех идей, которые мы ставим, но рынок опять же переигрывает всех, потому что реакция, мы видим, не совсем логичная, не оправданная, ну, по крайней мере, не та, которую хотелось бы видеть. Но уверен в том, что наши долгосрочные ориентиры, они все равно имеют куда больше сейчас фундаментальных оснований и более оправданы, потому что, как ни крути, но в целом тот вектор, которым мы, собственно, стали руководствоваться уже несколько месяцев назад, это вектор контрастности монетарных политик, он непременно должен в перспективе все-таки сказаться на слабости позиции европейского валютного актива, австралийца, новозеландца, фунта, хотя по ряду этих инструментов, вы знаете, у нас есть и сопутствующие фундаменты, демонстрирующие также то, что эти активы могут, в принципе, в самое ближайшее время, да и хотя уже давно должны были стать настоящими аутсайдерами финансовых площадок. Что касается доллара, здесь все вертится вокруг перспектив повышения процентных ставок, собственно, если ФРС следит за этим и, соответственно, за теми отчетами, которые могут стать причиной изменения их позиций, мы, соответственно, и подавно. Напоминаю то, что сегодня в 16.30 по московскому времени состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы снова с вами обратим внимание на ключевые отчеты прошлой недели из-за сохранения преемственности новостного фона, это важно, поскольку все-таки мы должны понимать, с чем мы замыкаем очередную неделю и с чем мы идем, соответственно, в новую. Поэтому в 16.30 буду рад вас всех видеть. Время, я надеюсь, подходящее, потому что тот опрос, который мы проводили в последнее время, показал то, что, в принципе, 16.30 устраивает многих. Но также я по-прежнему оставляю возможность для обратной связи, фидбэка. Если будут запросы, связанные с тем, что время вебинара лучше перенести, ну, понимаю, потому что 16.30 для, скажем, рабочих традиционных будней не совсем хорошее время, я с удовольствием пойду навстречу, потому что для меня самое важное, чтобы вы были в курсе новостного фундаментального фона и, соответственно, отталкивались от этого при принятии инвестиционных решений. Давайте, собственно, двигаться дальше. Начнем мы сегодня традиционно с динамики черного золота, позиции Brent и WTI. На текущий момент мы видим то, что котировки Brent находятся на отметке 40.89. Если посмотрим на локальный хай, максимум которого удалось достигнуть этому товарному, а сырьевому активу на прошлой неделе, в пятницу, это 41.58. То есть наши долгосрочные ориентиры, точнее, прошу прощения, краткие среднесрочные ориентиры, они оказались оправданы. Мы делали ставку на то, что спекулятивные ожидания в преддверии 17 апреля, когда ОПЕК и представители России соберутся в очередной раз и в этот раз попробуют все-таки выработать солидарную позицию по восстановлению стоимости позиций энергоресурсов. И спекулятивные ожидания, их, по идее, должно было быть достаточно, чтобы подстегнуть спрос локального характера на позиции WTI и Brent. Это и, собственно, произошло. Сначала мы поднимались вместе с трейдерами, которые делали ставку на рост этого актива в преддверии, опять же, заседания, которое ранее предполагалось должно было состояться в середине марта, потом его перенесли. Ну, в общем, как я уже отметил на прошлой неделе, мы выиграли, по сути, месяцы и поставили весьма вызывающую амбициозную цель 41.5 или даже попытки добраться до 42. И, в принципе, мы видим то, что эти цели имеют место быть, потому что весь новостной фон, который сейчас выходит по нефти, он в какой-то мере даже игнорируется. Потому что, в целом, сейчас трейдеры, которые прежде всего делают ставку на спекуляции по нефти, ориентируются только на это серьезнейшее событие. Без преувеличения оно будет судьбоносным, потому что мы знаем, если стороны придут к компромиссу, направленному на снижение объемов производства, это как раз и будет тот самый базис, та самая предпосылка, которая, по идее, должна будет стать причиной восстановления спроса и предложения. Но это все 17 апреля, в принципе, еще очень много времени до этого, но все равно, если мы с вами уже добрались до столь высокого значения, как 41.50, я считаю то, что рынок подарил нам достаточно короткосрочных возможностей. Дальше трейдинг крайне рискован, потому что, уверен, по мере приближения этого заседания у нас будут дополнительные новостные поводы, комментарии со стороны ряда, может быть, даже нефтедобывающих стран ОПЕК, касающихся перспектив и возможностей достигнуть договоренности по факту этого заседания. Поэтому сейчас лучше все-таки выйти из расположения нефти, это для кратко- и среднесрочных трейдеров, для тех, кто вместе со мной делал ставку на краткосрочный рост, соответственно, бренда. Поскольку прибыль уже, на мой взгляд, достаточно, можно, так же, как и ФРС, в принципе, сейчас занять позицию ждать, смотреть, анализировать, и уже, как только 17 апреля будут анонсированы итоги этой встречи, вернемся уже тотально вооруженные информационным фоном и будем думать, как торговать позициями бренда дальше. Но, в целом, для тех, кто внимательно следит за каждым брифингом, я думаю, что вы без меня уже прекрасно знаете, что если договоренности не будет достигнута, значит, мы снова разворачиваемся вниз и уже кратко-среднедолгосрочно вместе с разным позиционированием трейдинга будем ждать ослабления позиции бренда. Если же компромисс все-таки удастся достигнуть, тогда нужно будет отдать должное новостному фону по позициям энергоресурсов, потому что это будет уже долгожданным фактором серьезной фундаментальной поддержки, которую мы ждем. Ну, не мы, а, в принципе, наверное, тех, кто оставит все-таки нарост на черного золота, ждут уже довольно-таки давно. Соответственно, если эти договоренности будут достигнуты, тогда я первым скажу вам, что можно уже метить на тестирование следующего сопротивления на отметке 50 долларов за бар. Но это только после 18 апреля. Что касается российской валюты, 68,38. Видим то, что пара уверенно закрепилась ниже поддержки, которая сейчас является уже сопротивлением 70. Восстановление позиции черного золота является причиной роста курса национальной валюты. В пятницу из-за важных событий по российскому рынку стоит отметить заседание Центрального банка России. Ставку, вопреки ожиданиям, оставили на прежнем уровне, рефинансировали 11%. Хотя, если быть объективными, у Центрального банка были все условия, чтобы воспользоваться вот этим временным перемирием, который мы видим на рынке черного золота, позитивным моментом для всей российской экономики. Использовать условия, связанные с отсутствием девалюционного давления на курс национальной валюты, не подстегивающего соответственных показателей по инфляции, чтобы улучшить условия хоритования. Потому что, если бы ставку снизили до 10%, это несомненный позитив, который позволил бы банковскому сектору немного выдохнуть. Мы помним то, что когда ставку повышали в прошлый раз, то в попытке остановить, опять же, серьезнейшее спекулятивное давление на курс национальной валюты Центральной банки, просто умоляли, точнее, коммерческие банки, российский регулятор, чтобы все-таки контролировать ситуацию и не злоупотреблять, точнее, даже не перегибать палку с потенциальным ужесточением. Но ставка была поднята, да, просто от астрономических значений, вы помните, это локальный 17%. Хорошо, что ее скорректировали. Но, в целом, сейчас были возможности, чтобы еще больше смягчить экономические условия. Центральный банк не счел необходимым сейчас пользоваться этими возможностями и использовать эти условия. Может быть, исходя из позиций Центрального банка, сейчас уже можно задуматься о том, не ожидает ли сам Центральный банк еще большего ухудшения экономической конъюнтуры на рынке. Если, опять же, пойти совсем далеко, возможно, это действительно именно так. Но, в целом, это все выводит нас к позиции того, что 17 апреля договоренности не будет достигнута. Соответственно, нефть поползет вниз, рубль снова будет девальвироваться. И Центральный банк вынужден будет уже следить за совершенно новыми в негативном свете экономическими реалиями, которые, наверное, будут предлагать при самом мрачном сценарии возможности даже для повышения процентной ставки. К сожалению, пока Центральный банк не снизил ставку, поэтому реакции, как таковой, на курс российской валюты не последовало, поскольку позиция Центрального банка – это текущий нейтралитет. Ну и бог с ним. Значит, будем следить за нефтью, если нет более стоящего фундамента. Хотя сегодня еще выйдут данные по ОВП России. В целом, не будем сейчас, конечно же, прогнозировать, какое значение стоит ожидать, потому что очень редко, скажем, соотносится действительная оценка с прогнозными значениями по российской экономике. Поэтому давайте уже поговорим по факту, уже в ходе завтрашнего брифинга подведем итоги и российского национального макроэкономического фона. Пока из-за кратко-среднесрочных ориентиров я по-прежнему сделаю ставку на то, что рубль может еще сильнее укрепиться, и, в принципе, можно замахнуться на следующий уровень поддержки на отметке 67-66,5. Да, это круто, но того, наверное, сейчас тому может поспособствовать актуальный новостной фон. Для долгосрочных ориентиров по-прежнему девальвация, потому что у нас нет фактической договоренности. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1.12.71. Пятничная торговая сессия оказалась для главного валютного риска разгрузочной. Евро потеряло около 50 пунктов. Учитывая то, что была высокая вероятность того, что евро скорректируется, даже исходя из технических индикаторов и сигналов, я, в принципе, позволил себе сделать большую ставку, больше 90% на то, что евро скорректируется. Евро скорректировалось. Будем надеяться, что вслед за пятничным ослаблением будет еще большее снижение главного валютного риска против американского конкурента. Причины для слабости евро в пятницу. Их на самом деле было несколько. Во-первых, это новостной фон, макроэкономический фундамент, в частности, статистика, которая была опубликована в пятницу. Релизов было не так уж и много. В целом, если говорить про европейский регион, это только индекс цен производителей. Но, если вы смотрели за отчетами, оба оказались хуже прошлых оценок, хуже прогнозов. Месячный минус 0,5% против прогноза минус 0,2% годовой минус 3% с прошлого минус 2,4%. Напоминаю то, что индекс цен производителей является одним из определяющих компонентов для показателя по инфляции. А низкая инфляция, как вы знаете, является ключевой причиной действия и сверхагрессивного стимулирования, которое мы сейчас наблюдаем со стороны Европейского Центрального Банка. Даже отчет общий по инфляции в рамках еврозоны, который вышел на прошлой неделе в месячном эквагенте, да, признаю, позитив был, показал небольшой прирост. Но годовой минус 0,2%. Уже сколько времени еврозона не может преодолеть эти риски дефляции? А дефляция – это причина низкой потребительской активности. Потребители откладывают покупки, связанные с приобретением товаров длительного пользования. Это тормозит промышленный сектор и не позволяет экономике еврозоны развернуться до прежних масштабов, чтобы, собственно, показывать всем интересующимся достойные отчеты по темпам экономического расширения. Поэтому ЕЦБ сочтел необходимым не повторять ошибки Банка Японии, который длительное время воздерживался от доп. поддержки через такие агрессивные стимулы национальной экономики. И, в принципе, допустил тот факт, что Япония, некогда обывшая с точки зрения темпов экономического роста самым, скажем, серьезным игроком на мировой экономике, сейчас довольствуется скромнейшими показателями экономического восстановления. И низкие показатели инфляции им не удается преодолеть уже несколько десятков лет. ЕЦБ был более гибким в этом плане, адаптивным. Ну, посмотрим, каким последствиям, в принципе, приведут эти стимулы. Потому что на текущий момент, к сожалению, никакого прогресса, ну, может быть, если бы не было такого стимулирования, ситуация была бы еще хуже. Но это только остается нам гадать. В целом, текущая программа количественного смягчения вот с апреля будет составлять уже 80 миллиардов евро в месяц. Ставки уже ниже некуда, хотя все-таки снижать их еще можно. Но индекс потребительских цен пока не растет, что в целом позволяет нам делать ставку на то, что ЕЦБ будет оставлять возможности и пространство для дальнейшей решительности через смягчение экономической политики. То есть, это снова долгосрочные факторы ослабления. В общем, слабая статистика, которая снова вернула нас в реальность низких показателей по инфляции, это первая причина ослабления евро в рамках пятничной торговой сессии. Вторая причина – рост европейского фондового рынка. Соответственно, длинные позиции на европейской фонде используются трейдерами, точнее подстраховываются трейдерами через хедж коротких сделок по евро-доллару. Вторая причина. Третья причина – это заявление представителя ЕЦБ «Прата» о том, что при ухудшении экономической конъюнктуры и при еще больших рисках давления на индекс потребительских цен ЕЦБ может снова снизить процентную ставку. Ну и четвертый момент, он связан уже с техническими факторами. Мы на это делали самую большую ставку, возможно, именно этот фактор и эта причина стала определяющей для снижения позиций европейской валюты. То, что после стремительного ралли, который мы наблюдали в рамках всей торговой пятидневки, трейдеры предпочли зафиксировать результат длинных позиций, которые принесли очень хороший профит перед выходными, закрыли сделку. И, соответственно, фиксация результата стала причиной отката один пары евро-доллар, собственно, к тем уровням, которые мы наблюдали. Сегодня из новостного фона по еврозоне отметить практически нечего. В принципе, неделя будет, на мой взгляд, довольно-таки вялой, но только с точки зрения содержания экономического календаря. Потому что рынок в последнее время умудряется показать очень стремительную динамику даже на фоне отсутствия каких-то значимых макроэкономических релизов. Очень надеюсь, что если мы увидим эту выраженную динамику, она будет направлена на ослабление евро. Потому что до сих пор евро не дисконтировало собственной стоимости последние шаги экономического стимулирования, которые мы наблюдали, по сути, на позапрошлой неделе. Поэтому евро по-прежнему вижу я в числе аутсайдеров. Надеюсь, что европейский валютный актив вернется как минимум в район 1.10 в самое ближайшее время. Далее идем. Фунт против доллара. Здесь актуальные котировки 1.4444. Можно воспользоваться инвестиционной идеей, попробовать прокатиться на потенциальном ослаблении фунта против доллара с отметкой 1.4370. То просто можно поставить на уровне 1.45. Причин для слабости фунта очень много. Предлагаю даже сейчас не останавливаться, особенно на каких-то отчетах, потому что вы знаете, буквально все релизы, которые мы анализировали последние две недели, это исключительно слабая статистика. Единственное, что хочу вспомнить, это последние комментарии представителей Банка Англии о том, что замедление развивающихся рынков, спад экономического характера сказывается на показателях Англии. Вот интересно, что в пятницу снова подобные комментарии были озвучены и здесь провели даже параллель. Не какие-то сторонние эксперты, а собственно сам Банк Англии. То, что если китайская экономика потеряет в перспективе в ближайшем времени еще как минимум 1%, Банк, точнее экономика Англии будет вынуждена также осузиться как минимум на 0,1%. Вот такая вот простая математика, а учитывая то, что мы с вами ожидаем продолжения посадки Китая, полагаю, что и Англия будет вынуждена, соответственно, сталкиваться с большими угрозами и экономическими вызовами. Тем более, что у нас еще на повестке самого ближайшего времени Brexit, это референдум, который состоится 23 июня. Время неумолимо приближается и, учитывая позицию многих даже политиков Англии, многие поддерживают компанию по выходу, соответственно, английской экономики и состава Европейского интервьюционного союза. Собственно, такую позицию разделяют многие представители Банка Англии. Это, во-первых, такую позицию поддерживает и мэр Лондона Бориса Джонсон. Может быть, для тех трейдеров, которые ищут долгосрочный фактор на перспективу ближайших четырех месяцев, это может стать серьезным поводом задуматься и поискать уже сейчас уровни для распродажи британца. Хотя, помимо политических рисков, в пользу того, что фунт должен уже сейчас быть серьезным маутсайдером, говорит и статистика, на которую сейчас, соответственно, мы ставку делать не будем, потому что на прошлой неделе подробно об этом говорили. Доллар японская иена. 111 уровень держится, актуальная котировка чуть повыше, то есть доллар торгуется против японской валюты. Напоминаю то, что как только пара оказалась недалеко от отметки 111, все снова заговорили о возможных валютных интервенциях со стороны Банка Японии, что позволяет предположить, что уровень 111 является таким, скажем, мощным уровнем поддержки, который преодолеть паре будет очень трудно. Потому что велика вероятность действительно такой агрессивной позиции со стороны японского регулятора. И если эти валютные интервенции будут все-таки анонсированы и проведены по факту, то USDN окажется гораздо выше. Поэтому текущее значение, учитывая близость уровня 111, я считаю по-прежнему очень привлекательными для занятия длинных сделок. И для тех, кто еще не присоединился к идее, можно рассмотреть возможность покупки прямо с текущих уровней. Но я все-таки рекомендую дождаться возвращения пары хотя бы в район 114-115 и уже действовать оттуда. Из других валютных активов отмечу также USDCAD, потому что в пятницу канадская валюта была, по сути, новостным героем. Все отчеты, которые вышли, касались, ну, большая часть отчетов, касались канадского доллара и канадской экономики. Особенно хочу сделать ставку на показатели по инфляции, потому что и месячный и годовой оказались хуже прошлых оценок просели. В частности, месячный 0,2% против прогноза 0,4%. Годовой 1,4% с 2%. И если вы помните, низкие значения по инфляции могут стать причиной стимулирования решительности для национальных монетарных властей касательно снижения процентной ставки. Напоминаю то, что по Банку Канады мы по-прежнему оставляем на повестке дальнейшего обсуждения еще одно снижение процентной ставки. Уверен то, что мы бы видели это снижение, если бы не последний рост цен на нет, который сейчас поддерживает позиции канадца. Но на текущий момент пара торгуется на отметке 1,3061. Полагаю, что уровень 1,30 был серьезным уровнем поддержки, которого пара уже оттолкнулась и ниже которого не последует. Для долгосрочных трейлеров сейчас очень классные возможности, чтобы занять длинную сделку и ждать возвращения пары USDCAD в район 1,40. Также хочу еще отметить последний комментарий Goldman Sachs касательно перспектив американца. Здесь, в принципе, можно сослаться на слова главного валютного стратега Робина Брукса. В пятницу вышел его очень интересный отчет. Если есть заинтересованность, я советую вам найти этот документ в интернете, потому что это, по сути, инвестиционная декларация для клиентов Goldman Sachs. В частности, Робин Брукс полагает то, что до середины 2016 года американская валюта может окрепнуть на 15%. И если вернуться к перспективам повышения процентной ставки, то по версии Goldman Sachs, даже несмотря на последние комментарии ФРС, есть основания увидеть три повышения ставки в этом году. Я считаю то, что три, конечно же, было бы совсем шоколадно, но два мы все-таки увидим. Но все будет зависеть от статистики и прежде всего данных по инфляции. И я верю в то, что индекс потребительских цен в рамках США будет расти, потому что текущая ситуация на американском рынке труда сигнализирует о том, что сектор восстанавливается. И через сокращение, соответственно, свободных трудовых ресурсов мы можем увидеть подстегнутый рост заработной платы, соответственно, как следствие повышения и индекса потребительских цен. В пятницу еще чуть не забыл. Стоит отметить, можно было выделить еще комментарии Булларда касательно, опять же, дальнейшего вектора американской политики. Ну, Буллард наш традиционный друг, он снова высказался в пользу того, что ставки нужно повышать. Сегодня из важных отчетов стоит отметить в 19.40 выступление Денниса Локкарда. Это также представители ФРС, которые отличаются своей жесткой позицией по денежно-кредитной политике. Если уж слова Булларда не произвели стоящего впечатления на американца, то Деннис Локкарда оказывает более такое влиятельное, более ощутимое влияние на динамику американца. Может быть, сегодня, к концу торговой сессии, мы получим еще один фактор поддержки для американца и сможем продолжить расти, соответственно, против японской валюты и, соответственно, рисковых инструментов. Собственно, из важных отчетов, пожалуй, это единственное, на которое нужно обратить внимание, 19.40 выступление Денниса Локкарда. Основные отчеты у нас идут уже ближе на середину недели и либо конец, но об этом мы будем говорить уже в формате каждодневного брифинга. На этом все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы знаете, их можно оставлять на нас.